Я всегда говорила и буду говорить и повторять о том, что идея одного человека может изменить в нашей жизни очень многое. 11 лет Дина Байтасова прожила в Париже. В один прекрасный день решила вернуться в Казахстан, чтобы открыть здесь свою независимую галерею современного искусства. Дина, добрый вечер. Рада видеть. Как дела? Я тоже. Хорошо. Да. Мы, кстати, встречаемся с Диной накануне ее отъезда. На целый год Дина устала рассказывать нам, что такое современное искусство и просто бросает нас. Слава Богу, оставляет галерею. Не бросает. Да. Ну, на год. Всего лишь 12 месяцев, да. Дин, это помещение в аренде? Да, это помещение в аренде. Здесь 150 квадратных метров. Сколько стоит аренда? Мы платим за аренду 300 тысяч деньги в месяц. Продаете на эту сумму, надеюсь, с картины? Мы продаем достаточно редко, но это те клиенты, которые с самого открытия приходят к нам в галерею. Мне кажется, что нужно определенное время для того, чтобы люди привыкли к тому, что есть такое направление, есть такая галерея, которая регулярно делает выставки. Вот. И после двух лет у нас появились клиенты. Я была в Женеве где-то, по-моему, два года назад или три года назад, да. Там в одной Женеве примерно около 40 таких галерей, как вот ваша, да. И приходишь иногда вот просто в пустое помещение, одна стена и одна картина, да. И эти галереи успешны. То есть там искусство оценивают, ну, не буду говорить миллионы, да, но сотни тысяч долларов, евро. Почему у нас нет такого интереса? Ну, во-первых, население должно быть, чтобы успешной была галерея, должно быть население там больше 10 миллионов. Во-вторых, понимание. Чтобы понимать современное искусство, нужно иметь определенные знания уже в истории искусства. Ну, у нас нет этих знаний, да? Ну, давайте говорить по-честному. Где получить знания, вот где я должна учиться, чтобы прийти и вот понять, что здесь мне хотели передать мысль, да, определенную. Где это учат, обучают? Ну, этому обучают, наверное, человек сам обучается этому, на самом деле, когда он ходит по музеям, когда он путешествует, когда он, да, скорее всего, это по музеям больше всего. Ну, сколько процентов, давайте вот говорить так, практично, да, я думаю, путешествующих людей в нашей стране, ну, где-то 20 процентов, да, то есть 20 процентов, и не все из них ходят по галереям. Из них, я думаю, опять там 5 процентов, которые ходят в галереи, да? Да. Я хочу, чтобы мои подписчики, чтобы люди, которые смотрят нас сейчас, просто вот в двух словах, да, поняли, зачем им современное искусство. Что это им даст? Лично для меня современное искусство – это способ понимания мира, потому что это то искусство, которое отражает мир сегодня, и на нашу реальность можно посмотреть совершенно с другого ракурса, с ракурса эстетики, вкуса, цветосочетаний, форм, истории, и именно современное искусство, оно отражает историю, философию, политику, искусство дизайна, архитектуры, то есть это такая объемная, объемная такая среда, через которую ты можешь познавать мир. Можно мы посмотрим сейчас, пойдемте, вот здесь одна картина, это Стаулия Сулейменова, да? Да. Здесь очень интересная техника, это ведь полиэтиленовые пакеты. Да, это полиэтиленовые пакеты. Что она хотела передать? Потому что я прихожу за рубежом в галерею, я вижу людей, которые могут час стоять возле картины, и вот смотреть просто, я вот раньше не понимала, что они там час стоят, и что они там делают, что они пытаются понять. Потом я поняла, что человек вот что-то для себя понимает, да? Вот как пару, вот я не знаю, да, этих советов, да, вот люди, которые придут, которые живут в Нур-Султане, в Алма-Ате, приходите в галерею все, вот придете сюда, какие вы дадите советы, вот что человек должен понять? Может быть, не с первого раза. На самом деле нужно, наверное, какое-то определенное время, чтобы понять работу, чтобы рассмотреть ее. Вот в данном случае здесь очень уникальная техника, художник использует полиэтиленовые пакеты, которые она собирает по всему городу, она их собирает в степи, то есть это уже какой-то экологический шаг, да, к тому, чтобы помочь окружающей среде. И из этих полиэтиленовых пакетов она создает картины, она пишет картины пакетами, то есть это ее инструмент, это ее краски, да, и здесь очень видно, как бы, то, что это живописец, это прекрасный живописец, который прекрасно сочетает оттенки, формы и сюжет. Это еще очень актуально на фоне того, что сейчас весь мир отказывается от полиэтиленовых пакетов, это такой вызов. Эта картина в каком году написана? Эта картина написана три года назад, насколько мне известно. То есть она, получается, немного даже опережала время, да? Да, да. Современное искусство тем и хорошо, что оно всегда на шаг впереди, оно всегда заглядывает, что будет впереди. Я заметила, что вы не особо дружите с нашими столичными художниками. Нет, почему? Дружу. Мне показалось, что вы как-то их, как будто бы, ну, я не знаю, может ошибочно, что вот вы не считаете, что они делают что-то, вот они там степи, да, кони. Ну, видите, у меня же направление контемпорари, а степи и горы – это немножко другое, наверное. Ну, это ведь запросы, как бы, они отвечают запросам рынка, да? Да, да. То есть если бы рынок просил такого абая, да, может быть, они бы и писали. На самом деле это же техника-то одна. Ну, искусство – это не на потребу дня. Искусство – это что-то, должно быть что-то уникальное, что-то очень искреннее. Художник выражает свою вселенную, да. А если тысяча художников, у них одна и та же вселенная, то это уже не уникально. То есть это искусство на потребу дня, меня это не интересует. Какая была самая дорогая работа, которую вы продали? Благодаря Дине Байтасову. Хороший вопрос. Я, наверное, не вспомню сейчас. Ну, примерно. Вы знаете, казахстанские художники, они достаточно доступны в цене. Самые дорогие работы оцениваются из контемпорари артистов в 10-12 тысяч долларов, да. Но на одном благотворительном вечере, на вечер Булаша, одна работа была продана за 65 миллионов. Там продают, там покупают не потому, что оценивают художников, там просто хотят сказать привет определенным людям. И, кстати, это тоже ход. Для вас это тоже ход, правильно? Как стать коллекционером, как ты думаешь? Достаточно приобрести одну работу для начала. То есть нужно просто начать с этого? Да. Господи, друзья мои, просто приобретите. Ну, есть доступные работы, да, чтобы мои подписчики не пугались, там, цены на 4-5 тысяч долларов. Ну, наверняка есть, можно работать там за 100 долларов, за 200 долларов купить. Да, есть работы от Диля Убекерева, то есть это даже не принты, это настоящие нарисованные картины, грубо говоря, да, доступным языком, которые стоят от 200 долларов у нас в галереи. Допустим, мои подписчики созрели, они придут в вашу галерею, да, захотят купить картину. Ну, вот что вы порекомендуете, с чего начать, то есть, потому что, ну, человек может купить картину, да, а вот понимание для него, для кого-то, знаете, просто какие-то кляксы, а для кого-то это, вот, конечно, там, вот что это за картина, объясните нам. Это работа Саулея Сулейменовой, это техника-гратография, и она ее делала еще в 90-х годах. Мы недавно вот вытащили это из ее мастерской. Это сложная техника, где художник выцарапывает слой за слоем, выявляет новые краски, которые спрятаны, да, здесь, и появляются такие вот образы. Вот здесь, видите, фигура мужчины и женщины, тут чайник с пиалушкой. То есть, здесь рассказывается определенная история этой пары. Но, наверное, я бы посоветовала бы вашим подписчикам начать с каких-то молодых художников, молодых, перспективных ребят, таких, как Адиля Убекеров, например. Вот здесь его работа. Мы делали ему персональную выставку год назад, и это вот работа, которую он недавно совершил. Это диптих, работа в технике линии, вот выставка его называлась «Линия предназначения». Художник ставит свою кисть, свой маркер на холст и, не отрываясь, пишет картину, вот вырисовывает образы, которые выходят у него из подсознания. То есть он не делает никаких эскизов предварительных, да, а вот входит в какое-то состояние и… Но для меня это морское дно. Да, здесь можно увидеть много образов. Здесь руки я вижу. На самом деле… Я вижу рыбу-меч. Океан очень вдохновляет его. Он вдохновляется Магистау, это же бывший, как бы, ну, говорят, что это был океан. И вот этими образами животных, которые там обитали. Дина, ну к вам неужели не приходят там, не знаю, с нацкомпании, не говорят, Дина, вы такая продвинутая, 11 лет жили в Париже, да, я хочу разбираться в современном искусстве. Я молод, мне всего 45 лет, я не знаю, там, я глава нацкомпании. Хочу, чтобы в моем кабинете вести классные работы, которые будут просто, не знаю, гипнотизировать моих сотрудников, да, там, стремиться. Ну, не приходят такие люди? Динара, после этой передачи я уверена, что они придут. Не приходят? Бывает такое, офисы иногда заказывают. Вот недавно Казмной Газ пригласил меня, чтобы я оформила… Уже неплохо. Казмной Газ – это богатая компания. Оформила 43-й этаж, я подобрала им 40 работ специально под каждую стену, привезла все это. А они сказали, что нет, нам ничего не подходит, забирайте это и… А сколько это было картин? Там было 40 картин. То есть вы 40 картин привезли физически на 43-й этаж? Да. И вам сказали, не подходит? И нам сказали, забирайте, нам ничего не подходит. Хотя предварительно они приходили в галерею, говорили, да, это классно, это супер. А что, почему не подходит? Видимо, пришел бастух и сказал, что я это не понимаю и забирайте все это. Это, конечно же, очень печально. Это очень печально. Ну, смотрите, самые известные меценаты и коллекционеры в нашей стране – это Нурлан Смогулов и Сержан Жумаш. То есть вот вы с ними контактируете? Нет, они еще ни разу не были у нас в галереи, мы очень надеемся, их ждем. Нет, ну вы просто сидите и ждете? Да, мы просто сидим. Вы писали письма там, приходите? Да, да, да. Нет? Дима, ты писала? Не писала? Я думал, ты писала. Смотрите, ну, нужно делать какие-то шаги. Может, они просто не знают, что вы открылись? На самом деле у нас очень… Вы уже два года открыты, может быть, нужно просто говорить об этом? Мы говорим, и на самом деле, я считаю, на самом деле, это мое личное мнение, что за два года мы сделали огромную работу, которую, ну, мы просто прыгаем выше своей головы, а взять буквально прошлогодний арт-шоу. И ударяйся в стеклянный потолок. Да, но я думаю, что любая деятельность, любая активность, она приносит свои плоды в будущее. Слушай, а вот эта вот история с Козваной Газом, да, вот вы привезли 43 картины, ой, там сколько, 40 картины, 43 этаж, да, и ни одну не выбрали. Ну, это же вот просто печаль и боль. Это печаль, но, к сожалению, что еще более печально, это случается, как бы это не в первый раз с нами случается, то есть, когда вы привозите, объясняете каждую работу. А вы весь творческие люди, ранимые люди. Абсолютно. Но приходится, приходится закрывать. Приходится потом, что делать? Просто вы молча собрали. Свою ранимость закрывать. Собрали и ушли. Конечно. То есть, мы надеемся, что все-таки это не последний наш был диалог, не последний контакт. Ваш клиент и ваша аудитория, это все-таки очень продвинутая аудитория. Я думаю, что да. Как ее воспитать? Где ее брать? Ждать, когда она вернется из Европы? Я думаю, что галерея, она сама воспитывает своих посетителей, своей регулярностью, своими выставками. И я не знаю, не то, что я надеюсь на какое-то чудо, что придет клиент и купит эту работу, но эта работа может подождать на самом деле. И придет время, когда общество, наверное, созреет, будет готово. Вот если бы мы могли сейчас телепортироваться и вашу галерею перенести в центр Парижа, вот эти картины пользовались бы спросом? Я думаю, что у меня ничего не осталось бы здесь, ни одной работы. Да? Да. Я думаю, что все раскупили. Почему европейский человек может понимать искусство и покупать абая, ставить в центре зала своего, в центре гостевой, вешать над камином? В чем разница? Опять-таки многовековая история. Если посмотреть на историю образования музеев, всегда были какие-то коллекционеры. То есть художники всегда были либо при какой-то власти, при каком-то монархии, Медичи, Елизавета, либо при церкви. Церковь заказывала художникам роспись Сексинская капелла и так далее. Но эти художники известны? Да. Стали известны. Потому что они, это искусство коммуникации, они делали историю, да, то есть и они оставили свой след. Да. И при этом они при жизни были успешными, богатыми художниками. Если бы Пикассо был бы жив, он был бы одним из богатых людей. Да. Но про наших художников так не скажешь. Наши художники, к сожалению, да. Почему? Я хочу сказать, что я знаю, что классно живут художники, которые рисуют портреты. Классно живут художники, которые могут вовремя, да, написать там ту картину, которую скажут. Я думаю, что у каждого художника стоит своя какая-то определенная задача. У кого-то заработать здесь и сейчас, продать портрет, продать там какой-то красивый пейзаж гор или коней, да. У этих художников стоит совершенно другая задача – это оставить какое-то свое наследие современной культуры, отразить то время, в котором они жили, быть современниками этого времени. И я думаю, что именно они останутся в истории. Знаете, я думаю, Дина, что каждый художник останется в истории. Нет. Своей страны, по крайней мере. Друзья, ну давайте поможем Бауржану Сагиеву. Все-таки не оставим его в гордом одиночестве. Он просто здесь один не выдержит и тоже куда-нибудь уедет. Давайте просто приходить в галерею, ну уж не покупать, если, да, ну хотя бы смотреть, впечатляться, разговаривать, да. Все-таки я думаю, что здесь вопрос диалога, да. Абсолютно. Я об этом говорю каждый раз. Самое главное, когда вы пришли в первый раз в галерею, особенно современного искусства, которое не совсем всем понятно, не стесняйтесь задавать вопросы. У нас всегда здесь человек в галерее, который… А ты можешь отвечать? Да, который абсолютно будет… Ты не устаешь отвечать на все вопросы? Я не устаю, потому что не так много посетителей, на самом деле. Друзья, вы слышите, мне уже стыдно за вас, просто за всех Нурзултанчан. Поэтому, друзья, давайте приходить.